Приветствую на канале Пион Маркет садовые растения. В этом видео я расскажу вам про мульчирование хвоей, как правильно ее использовать, чтобы получить максимальную пользу. Известно, что хвоя может сильно закислять почву, что подойдет не для всех растений, поэтому сейчас мы с вами во всем этом разберемся. Очень часто хвою используют для мульчирования в саду и на огороде, и эту популярность можно объяснить преимуществами хвои. При использовании хвои сокращается потребность полива, так как мульча из иголок может сохранять влагу достаточно длительное время. Помимо этого толстый слой мульчи защитит грядки от сорняков и будет способствовать созданию благоприятного микроклимата для растений. Также очень важно, что времени на прополку и рыхление будет уходить гораздо меньше, потому что мульча сделает это за нас. Отличительной особенностью от других видов растительной мульчи является то, что ковер из сосновых игол можно не менять на протяжении длительного времени. Это объясняется тем, что в отличие от соломы либо травы, хвоя перебревает в течение нескольких лет. Из других достоинств мульчи из хвои то, что под мульчи из хвои не будут заводиться улитки и слизни. Их будут отпугивать эфирные соединения, которые есть в большом количестве в сосновых и еловых иголках. Также добавлю, что мульча из хвои хорошо пропускает воду и при этом не напитывается влагой, поэтому в ней плесень и грибки появляются реже. Что также важно, фитонциды, которые содержатся в иголках, также препятствуют развитию болезнетворных микроорганизмов. Но те же фитонциды в большинстве случаев могут подавлять рост растений. Конечно, стоит учитывать, что мульча из хвои характерна повышенным уровнем кислотности и это подойдет не для всех растений, поэтому нужно понимать, на каких грядках лучше использовать мульчи из хвои, чтобы не навредить растениям, а получить только пользу. На каких же грядках лучше применять мульчи из хвои? Для тех садовых и декоративных культур, которым обязательно необходим кислый грунт для хорошего развития, подойдет использование мульчи из хвои. К этим растениям относятся надандероны, гортензии, жеймалости, голубика, клюква и брусника. Для таких посадок мульчи из хвои будет именно то, что нужно. В данном случае мульчи из хвои можно оставлять в течение длительного времени и прикапывать в почву в качестве удобрения. Также есть очень много цветочных культур, которым будет полезна хвойная мульча. К таким цветам можно отнести розы, лилии, лаванду, тюльпаны, крокусы, гиацинты, примулы и хризантемы. Также это касается и однолетних цветов, которые хорошо реагируют на хвойную мульчу. Это тиняя, астра, незабудка, космея, календула и шалфей. При использовании мульчи из хвои цветы будут ярче. В то же время сорняки растут не так активно и вредители будут уже менее активны. Также хвою можно использовать на земляничных орядках. Ягоды на такой подушке из хвои будут расти чистыми и здоровыми. Плюс к этому, благодаря такой мульче, ягоды редко поражаются различными вредителями. Если у вас хвоя есть в большом количестве, вы можете посыпать ею тропинки и широкие междуряди. А для того, чтобы кислотность почвы не повышалась, в конце сезона хвою нужно убрать с участка и дополнительно внести в почву золу. Использованную мульчу можно смешать с листьями и другими растительными остатками, чтобы в дальнейшем использовать и применить это как удобрение. Компост. Как мы уже выяснили, свежая хвоя иногда действует на растения угнетающим образом. Но при наличии большого количества хвои, ее можно использовать для удобрения. Но предварительно необходимо правильно подготовить наше сырье с помощью компостирования. Процесс перегнивания хвойных игл очень медленный и до полного необходимого их разложения может понадобиться не меньше 5 лет. Но этот процесс можно ускорить. Для этого хвойные иглы лучше всего укладывать в компостную яму в перемешку с листьями и другими растительными остатками. Чтобы понизить кислотность нашего компоста, вам необходимо каждый слой хвои присыпать молотым известняком, доломитом или порошкообразным мелом. Сверху слои компоста желательно пролить крепким раствором коробяка или куриного помета. Если этого нет, то вы можете заменить это на раствор мочевины из расчета 200 грамм на 10 литров воды. По мере того, как компост созревает, нужно его периодически перемешивать, проливая выше упомянутыми смесями. Также необходимо увлажнять слои компоста раствором любого микробиологического удобрения. Это значительно ускорит процесс разложения органического сырья. Важно помнить, что применять полученное органическое удобрение можно только после полного его созревания. И если все условия соблюдены, то перегной на основе хвои будет готов уже через 1,5-2 года после закладки компоста. Готовый перегной должен быть окрашен в темно-коричневый цвет, иметь характерный грибной запах и рассыпаться в руках. Процесс изготовления такого компоста очень объемный по времени, но по сути несложный. И эффективность этого средства того стоит. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось, напишите свой комментарий и подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали этого.